Добрый день! Президент готов рассмотреть возможность сдачи показаний в Конгрессе. Член Палаты представителей Лис Чейни обещала выступать против кандидатов республиканцев, поддерживающих заявления бывшего президента Трампа об украденных выборах 2020 года, чего другого можно было ожидать от Лис Чейни. В понедельник главный медицинский советник президента Байдена, 81-летний Энтони Фаучи сообщил, что в декабре оставят эту должность. Сухопутные войска США планируют заключить контракт на разработку для вооруженных сил Украины 10 барражирующих боеприпасов Switchblade 600, предназначенных для уничтожения бронетехники, так называемые дроны-камикадзе. Ну и тема, которую мы очень подробно рассмотрим в нашей программе – убийство Дарьи Дугиной, дочери идеолога агрессивного русского мира Александра Дугина. Это нашло широкий отклик в наших СМИ. Газеты пытаются объяснить роль 60-летнего философа в российской повестке, сомневаются в официальной версии ФСБ в том, что это во всем виновата Украина, и предполагают, что Россия попытается отомстить за убийство Дугиной на военном уровне. Дамы и господа, эти темы мы рассмотрим в нашей сегодняшней программе. Адам Шиф, член Палаты представителей, входящий в состав специального комитета Конгресса по расследованию нападения на Капитолии 6 января 2021 года, приветствовал недавние комментарии Майка Пенса о том, что бывший вице-президент готов рассмотреть возможность дачи показаний в Конгрессе. Цитирую, я был воодушевлен, услышав это, сказал Шиф в интервью CNN, мы уже некоторое время ведем переговоры с адвокатом бывшего вице-президента. Конец цитаты. Пенс заявил, что считает, что Трамп ошибался, полагая, что бывший вице-президент имел право отменить результаты выборов 2020 года, результаты которых заверялись Пенсом и законодателями, когда сторонники экс-президента зашли в Капитолий. Нападение произошло после заявлений Трампа о том, что он победил на выборах. Шиф сказал, что Пенс знает о нашей заинтересованности, цитирую в том, чтобы он предстал перед нами, и я уверен, что если он действительно того хочет, то может решить любые вопросы, связанные с исполнительными привилегиями или разделением полномочий. Конец цитаты. Пенс сказал в среду, что рассмотрит возможность дачи показаний в Конгрессе, если его пригласят. В течение шести недель спецкомитет провел восемь слушаний, которые завершились в июле, и в ходе которых близкие союзники Трампа и бывшие сотрудники Белого дома давали показания. Цель слушаний заключалась в том, чтобы доказать, что Трамп нарушил закон, пытаясь остановить мирную передачу власти. Ну, в общем-то, лучше всего, конечно, по мнению этих заседателей, посадить Трампа в тюрьму, чтобы он не мешал на выборах 2024 года. Комитет заявил, что планирует продолжить расследование в ближайшие недели с привлечением новых свидетелей. Член Палаты представителей Лис Чейни обещала выступить против кандидатов-республиканцев, поддерживающих заявление бывшего президента Дональда Трампа об украденных выборах 2020 года, заявив, что сенаторы Тед Круз и Джош Хоули непригодны, как она сказала, для работы в Сенате, после того, как они проголосовали за отмену результатов президентских выборов. Чейни, которая является главным критиком Трампа и заместителем председателя вот этого комитета, о котором шла речь выше, расследующего нападение сторонников экс-президента, как они говорят, демократы, на Капитолии 6 января 2021 года, Чейни сказала каналу ABC, что широкомасштабное отрицание легитимности выборов может, если его не пресечь, что подорвать конституционный порядок США. То, что фальсификация выборов не опровергнута ни одним судом, и если результаты выборов 2020 года фальсифицированы, то это уж однозначно подрывает конституционный порядок США. Чейни, похоже, это и в голову не приходит. Дочь бывшего вице-президента Дика Чейни уже заявила, что в течение следующих двух лет будет стремиться помешать Трампу в 2024 году вернуться в Белый дом. По ее словам, возможно, что она выдвинет свою собственную кандидатуру на пост президента. Чейни отказалась сообщить ABC, будет ли она баллотироваться от республиканской или иной партии, если примет решение вступить в предвыборную борьбу. Ну, уже баллотировалась от демократической. Она настолько ненавидит Трампа и огромное количество республиканцев, что вполне вероятно, можно от нее даже и этого ожидать. Цитирую. «Я собираюсь сосредоточиться на работе над тем, чтобы мы сделали все возможное, чтобы не избирать тех, кто отрицает легитимность выборов», сказал Чейни в интервью, записанном на прошлой неделе, через несколько дней после того, как она проиграла на праймере с кандидату, поддерживаемому Трампом. «Некоторые из тех, цитирую, кто отрицали легитимность выборов, были выдвинуты на действительно важные должности в нашей стране, по всей стране. Я собираюсь работать против этих людей. Я буду работать, чтобы поддержать их оппонентов», – подчеркнула Лиз Чейни. В понедельник главный медицинский советник президента Байдена, 81-летний Энтони Фаучи, сообщил, что в декабре оставит эту должность. Он также уйдет с постов директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, NIAID, и руководителя лаборатории иммунной регуляции, опять-таки NIAID. «Хотя я ухожу со своих нынешних должностей, я не ухожу на пенсию», – заявил Фаучи. «После более чем 50 лет государственной службы я планирую перейти к следующему этапу своей карьеры, пока у меня еще так много энергии и желания работать в своей области». Заявление президента Байдена по этому поводу говорится, что несмотря на то, что Фаучи покидает свой пост в правительстве, его опыт, цитирую, «будет работать на благо американского народа и всего мира, чтобы он Фаучи не делал в дальнейшем. Соединенные Штаты Америки стали благодаря ему сильнее, устойчивее и здоровее». Доктор Антони Фаучи работал при семи президентах США и провел на федеральной службе более 50 лет. Он стал широко известен в мире после того, как возглавил оперативную группу Белого дома по борьбе с коронавирусом в администрации Дональда Трампа. Сам Фаучи убежден, что его главная историческая заслуга является борьба со СПИДом. Исследование этого вируса стало делом его жизни, и именно благодаря своим работам в этой области эксперт по инфекционным заболеваниям Фаучи возглавил NIAID в 1984 году и оставался его руководителем 38 лет. В интервью изданию «Политика» в прошлом месяце Фаучи сказал, что очень хотел бы, чтобы политизация COVID-19 осталась позади. Но он сам к этому приложил, кстати, немало усилий к политизации именно COVID-19. Сухопутные войска США в течение ближайшего времени планируют заключить контракт на разработку для Вооруженных сил Украины 10-ти барражирующих боеприпасов Switchblade 600, предназначенных для уничтожения бронетехники, пишет Defense News. По словам представителя Пентагона Джессики Максуэл, речь идет о контракте на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью производства 10-ти беспилотников «Камикадзе» Switchblade 600. Соглашение планируется подписать с производителем техники компании AeroWirement. Ожидается, что соответствующее соглашение подпишут в течение ближайших 30 дней. Отмечается, что разработка дронов находится еще на этапе изготовления прототипов. Аппараты пока не прошли все испытания. Точная дата поставки боеприпасов вооруженным силам Украины будет обозначена после согласования всех деталей контракта. О применении вооруженными силами Украины дронов Switchblade стало известно в апреле. Американское издание The Drive сообщало, что США планируют отправить на Украину 10 единиц Switchblade 600, которые, в отличие от сотен Switchblade 300, используемых Киевом, имеют более мощную боевую часть. Switchblade — это серия тактических барражирующих снарядов производства американской компании, как я уже сказал, AeroWirement. Данные беспилотники прозвали дронами «Камикадзе», так как они поражают цель непосредственно собой. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в нашу передачу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!